как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии и в эфире вин вин зум номер 348 тема сегодня школа тераки . рф или как создать частную школу спикер юлия захарова директор образовательного проекта школа кит выгадочка ком школа подчеркивает или добрый день добрый день юлия ну слоган вашей школы говорит мне прямо откликнулся как он звучит мечтай действуй это девиз не только нашей школы это девиз нашего проекта это мой девиз жизненный конечно мы это формула успеха для меня лично учись действует до меня слоган моего цикла которым уже три года мечтай в будущее в общем мы близнецы братья и ваш формат как вы пишете ваша формула подходит для детей от 0 до 99 лет да мы не рассказываем ведь детям что влеченный жизнью человек учится всю жизнь а не только сначала одиннадцатилетка школе потом институт и и все на этом учеба заканчивается нет мы учимся всю нашу жизнь и это круто и поэтому мы предприниматели которые меняют этот мир к будущему лучшему будущему вот вы сказали мы предприниматели многие образовательные деятели боятся переходить из найма в эту систему до свободный полет расскажите когда у вас случился этот переход переход случился незаметно для меня самой я пришла тоже в частное образование как найм но постепенно стала тренером партнером образовательные проекты я им занимаюсь всю жизнь я мама троих детей и конечно образование но мне очень интересно я еще в глубоком детстве поняла что моя жизнь будет связана с детьми с образованием и я шла к этому и начала проект три кита детский сад принял меня как управляющую в дальнейшем уже мы стали развиваться развиваться и вот вместе с моим партнером юлия и линишной кобелевой мы уже сделали школу и в этом году открываем уже следующее направление не только начальную школу но и среднюю школу и этот переход прошел вообще незаметно когда ты хочешь что-то сделать да ты мечтаешь ты учишься этому и несомненно начинаешь действовать и делать а пусть у вас был длинный интересный вот пг у там вас геология потом второе образование психология там вы работали в компании апрайта по моему кадровое агентство это бизнес обучение да это кадровое агентство язык была работала в отделе бизнес с обучения это было очень интересно на рубеже веков мы создавали это предпринимательское сообщество и много мы учились сами помогали компаниям становиться стабильнее да надежнее цивилизованней образованней и это конечно дал очень серьезный толчок моему развитию как предпринимателя тоже потом еще в лицее это в ранние годы после первого образования из типографии я начинала свой путь в лицее раньше это была 130 школа сейчас это 4 лицей города перми я в образовании в разных с разных сторон образование уже очень долго исследую много лет всю свою практически но получается мы видим что как в других кейсах вот все вот ваши навыки они постепенно складывались в идеальное сочетание которое стало необходимо вот для этого текущего проекта то есть все не случайно складывается видимо да все идет вот так ну это как да как все начинается мечты а мечта она же закладывается из твоих мыслей из твоих предпочтений из твоих ожиданий очарований жизнью и конечно все не случайно твоя жизнь это как нитка бус да ты сам на нее нанизываешь то что тебе необходимо и вот сейчас мы говорим про современное образование то это образование навыковое то есть мы даем детям возможность приобрести тот или иной навык жизни который в дальнейшем да приведет их еще в какую-то сферу деятельности еще какие-то навыки нужно будет на свои бусы нанизывать и задача на как родителей как педагогов как раз дать ребенку возможность составить у себя в своей голове наиболее реалистичную картину мира и из чего он вообще состоит где мое место в этой жизни а что я уже умею а что я хочу уметь чтобы вот к этому своему месту жизни приблизиться вот одно из одна из задач перед командой нашей школы нашего проекта это как раз показать ребенку мечту да и показать путь к ее достижению это для меня как и для мамы это наверное сам моя задача образование обучение мне хочется чтобы каждый выпускник нашей школы понимал куда дальше а что дальше и выбор своего направления в жизни он ведь не начинается там после сдачи егэ он начинается гораздо раньше еще в школе детстве когда ты понимаешь а какие интересы у твоего ребенка и ты как родитель создаешь среду чтобы эти интересы поддержать и в дальнейшем 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 приобретая разные навыки жизни вот у человека и складывается такое представление а кто я спортсмен музыка художник математик инженер что мне интересно чем я готов заниматься увлекаться что не пугает меня в трудностях и где мое место в жизни все начинается с мечты а мечта это возможность видеть мир немножко иначе быть смелым быть уверенным в себе и в детях эти качества формируют окружающие взрослые не только семья но и общество вот вы сказали про уверенность в себе как раз вспомнил что ведь я систему частных школ пришел гораздо раньше вас мы с вами ровесники почти мне кажется да вот в году девяносто втором это был второй третий курс универа у меня было немецкое отделение который я о том не закончил яхал германии потом на тв ушел работать так вот я оказался в первой частной школе по-моему вообще в пермском крае это была школа смирновой классы там мальчики были 6 мальчиков как сейчас помню или 8 вот и английский у них преподавал я помню что мне говорила хозяйка основательница она говорит влад главная заповедь твоя это им было не скучно если будет им скучно не больше меня работать если будет им интересно будешь вот мне кажется эта заповедь которой нас учили в телевизионных школах каждый эфир должен быть познавательный и интересный прошло 30 лет прошло 30 лет и сейчас для нас например задача наоборот свести развлечение в школе к минимуму наша одна из основных задач на помимо хорошего образовательного контента обучающего до высоких академических результатов это обучение в реальной жизни и каждую неделю полдня мы учимся вне школы и это как раз с позиции а как это устроено мы не развлекаем детей даже приводя их в театр наша задача показать что театр это большая фабрика по составлению изготовлению до вот этого вот спектакля и есть люди которых мы не видим но они точно также очень большой если мы приходим на спортивное мероприятие нам важно понять показать детям всю систему как это устроено как организовать это мероприятие даже большой у нас в школе такая традиция большой новогодний спектакль называется мы так празднуем поздравляем себя с новым годом где педагоги родители ставят большой спектакль и в этом году мы полностью вот эту всю организацию даже как с экономической точки зрения просчитывали высчитывали дети это понимание того а что нужно сделать чтобы вот этот а вауфек да он получил чем это большой труд многих людей это команда если говорить про школу в целом да как бы как к этому прийти как это начать в любом деле во первых вы абсолютно правы не невозможно без любви и работая с детьми наверное это самое важное надо чтобы пространство само люди вокруг они это ощущение вот любить я вот эту фразу не очень люблю потому что знаете была африкинбок прикинбок вы любите детей до сказать безумно фраза да да это сомнительная фраза если ты любишь свое дело если ты любишь а ну вот если ты понимаешь для чего ты это делаешь да что ты создаешь пространство будущего для своих для воспитанника и ты уважаешь себя в этом деле ты уважаешь детей они не вот уважаешь я помню что вот эти вот восемь мальчиков они дети предприниматели тогда уже до среднеклассно рождающиеся помню что им нравилось что я их уважаю вот и и тогда все все нормально идет до уважение учиться в априори непросто гранит науки приходится в любом любом пути в любой школе и в частной в том числе но когда ты эти трудности сложности волевые качества проявляешь в безопасной среде где тебя уважают где готовы тебе помочь где за тебя делать не будут но тебе дадут поддержку дадут в том необходимом количестве профессиональном в котором тебе нужно сейчас современные задачи общества они поменялась до парадигма учитель он его функционал расширился это не просто передача знаний сейчас как раз наоборот информации знаний очень много и нужно дать ребенку возможность учиться учиться я часто повторяю фразу что научить чему-то невозможно можно только научиться это глагол действия это глагол присваивания и вот как раз основная задача это мотивация это создание мотивационной среды а мотивировать может только человек который сам замотивирован умеет это делать по отношению к себе самому юля вот вашей школе кит на средней школе имеется ввиду да которая ваша до шестого класса но скоро будет один да в следующем году мы до восьмого класса вот так вашей школе меньше лет чем моему проекту этих интервью уже три года на днях было вам только с августа двадцать первого начали до перешли из начальной школы вообще нашему проекту 14 лет в школе два года но школу да мы делаем третий год до этого мы несколько лет зрели и апреля 2020 года у нас должна была стартовать серьезная мощная маркетинговая компания и это был такой очень сложный год для всего человечества месяц вот я почему вспомнил потому что вот всемирное какое-то событие данном случае пандемия да она стала что ли толчком к образованию многих форматов образования дистант и так далее или в журналистике как у меня это дистанционные интервью через зум совершенно новые горизонты открылись вот расскажите как дистант повлиял на развитие частных школ это интересный фактор но здесь я могу сказать что конечно самое главное наверное мое впечатление было со стороны мамы то есть у нас уже был готовый проект мы вот все готовы были вы представить миру и я сажусь за ноутбук да с позиции родителя который присутствует на открытых уроках который ведет школа моего ребенка который на тот момент один у меня заканчивал восьмой класс другой заканчивал второй класс и я взглянула на ситуацию глазами своих клиентов конечно было нам всем беспокойно очень тревожить и здорово очень многие проекты школы переориентировались и мы переориентировались мы на второй день уже запустили нашу онлайн детский сад три кита и спасибо коллегам которые откликнулись и все нам смогли сделать очень быстро лично и уверенно а если говорить про образование частное но в онлайн образование мы пока не устремляемся мы открыли оффлайн школу и на мой взгляд эта пандемия просто показала когда родители стали участниками образовательного процесса в классе буквально они увидели что они поняли да что внутри что находится в государственной школы какие там иногда бывают очень странные процессы мягко говоря странные процессы которые не созвучны тобой как с учителем как с родителем когда ты понимаешь что это может быть не тот образование которое бы ты хотел своим детям и родители стали более смело выбирать какие-то другие форматы во всяком случае думать в сторону и частное образование получила гигантский толчок даже в перми до москва и санкт-петербург уже давно сколько больше десятка школ получается но тех кто выросли из таких глубоких серьезных проектов до порядка десятка но каждый год открываются альтернативные школы у вас сейчас 55 учеников это для частной школы средний уровень маленький или большой ну вообще на самом деле есть школы которые гораздо нас объемней есть школы меньше все зависит ну вот в нашем например проекте все зависит от пространства вообще образовательное пространство но очень важную роль играет до в обучении и мы сейчас ограничены просто тем более у вас же проектная система выходите на экскурсии но проекты должно быть внутри тоже какие-то да для нас это максимальная емкость и она именно ограничена нашим пространством юлия давайте подчеркнем вот в интервью для читая текст рассказали очень важный факт про который не знал что формально все дети которые ходят частные школы они на семейном обучении есть такая форма не все расскажи не все есть да есть федеральный закон в образовании который прописывает что мы как родители имеем право учить детей ну во первых мы как родители с вами дать детям по конституции 9 классов образования и государство нам предлагает выбор это отдать ребенка в государственную муниципальную школу либо учить самостоятельно есть еще две формы они смешанные в том или ином формате из этих первых двух и ты как родитель имеешь право учить ребенка самостоятельно либо нанять третьих лиц но это уже региональный закон регулирует есть постановление 1224 пермского края который как раз вот этот формат семейного обучения и регламентирует и формально все дети причислены государства и государственные школы все дети россии должны сдать это угэ по завершении 9 9 класс это конституционное право и наша путь как родители как раз вот их к 9 классам подвести по федеральному образовательному стандарту будет проходить разными путями поэтому прийти до разными путями можно прийти до можно учить самостоятельно ребенка можно нанять репетиторов можно вот такие семейные классы организовать по факту мы помогаем семьям находящимся на семейной форме обучения учить детей это наш формат нашего наши школы есть школы которые аккредитованы как школы частные и в перми они есть и они сами аттестовывают ребят есть формат дистанционного обучения то есть у нас дистанционная аттестация у нас в россии есть аккредитованные частные школы которые могут дистанционном формате выдавать эти стандарты государственного образца семейное образование очень изменилось за последние пять лет и больше доступно стало для родителей в плане коммуникации в плане даже мифы которые мы на своей страничке в интернете развеиваем ежегодно да их становится все меньше потому что главный миф вот коротко процитируем на свое время заканчивается что в частной школе идут дети с особенностями развития и восприятия меры эти нет это родители выбирают они хотят более глубокого качественного объемного образования своих детей да да это конечно мы понимаем что мир разнообразен и сейчас задача родителей дать образование которое подходит именно этому ребенку с учетом его особенностей восприятия мира с точки не какую да его динамика развития интересов его креативность его коммуникативные качества это личный проект ребенка который родители должны максимально поддержать личный образовательный проект этого конкретного ребенка в условии да преподавать математику можно по-разному и учить математику можно по-разному дети развиваются вектор на дети развиваются как солнышки да один лучик длиннее другой луч короче частном образовании есть возможность более уникальную траекторию выстроить ребенку юлия минута осталось у нас формулируйте в нашей теме в нашей рубрике правила жизни битва нашу тему сегодня как же создать частную школу 1 2 3 для тех кто решил последовать вашему примеру но во-первых нужно стать частью этого сообщества частную школу образовательный проект мы создаем для семей которые мы понимаем мой запрос мы соответствуем запросу какого-то общества сообщества родительского во вторых нужно отбросить все сомнения и делать времена всегда не спокойные не стабильные а дети растут сейчас нужно поверить конкретных детей и да то что им нужно то создать образовательную среду ну и третье конечно мечтай учись действуй идти по этому пути не сдаваться и школа эта игра командная создавайте свое сообщество привлекайте в команду профессионалов людей с которым легко с которыми вы плечом в плечу к плечу и все по плечу тогда становится с нами сегодня была юля захарова директор образовательного проекта школа kit vk.com школа подчеркивает наша тема школа тиры kit.rf или как создать частную школу юля спасибо удачи вам в вашей команде спасибо как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхнекамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса город березники улица юбилейная 17 за 3 герой п м в